Я хотела бы первый вопрос задать, воспользоваться возможностью и задать первый вопрос нашим врачам-исследователям о том, вот мы сейчас послушали от Аллы, что важно для спонсора при выборе клинического центра, а что важно с вашей точки зрения, с исследовательской, когда вы определяете, хочу с этим спонсором работать или с этим, хочу в этом протоколе работать или в этом, какие критерии выбора для вас, как вы нас выбираете? Спасибо за вопрос. Ну, пожалуй, мы скорее выбираем не спонсора, а мы выбираем исследования. В своих центрах, в своей работе, например, мы постоянно просматриваем базу ГРЛС и понятно, что мы уже видим зарегистрированные исследования там, но тем не менее, каждый раз мы пытаемся выйти, если мы знаем, что у нас есть такая когорта пациентов, мы знаем, что мы можем туда кого-то включить, понятно, что мы попытаемся найти контакты и выйти на компанию спонсора. Вот, пожалуй, наверное, мы скорее выбираем исследования, а не спонсора. Спасибо. Спасибо. Позвольте добавить. Часто спонсор нас сам находит, есть базы, в которых существуют наши центры, и очень часто мы получаем письма на электронные адреса о том, что нам предлагают такое-то клиническое исследование, предлагают нам, как правило, подписать соглашение о конфиденциальности, дальше запускается этот механизм. Но, как правило, находят нас, а не мы. Естественно, дальше уже наш выбор в плане исследования, в плане доступности пациентов для проведения этого исследования, потому что бывают действительно такие ситуации, когда нет таких пациентов, и морочить голову спонсору смысла нет, а тем более не несут финансовые затраты на мониторинг, на все остальное. Поэтому, как правило, все-таки выходят на нас. Это еще часто связано с тем, что большой поток клинических исследований происходит в центрах, и мониторы работы в одном исследовании бывают так, что и предлагают, рассказывают о других. Поэтому также бывает, что мы часто сами врачи общаемся между собой на конференциях, и бывает, тоже обмениваемся опытом, и находим таким образом тоже какие-то клинические исследования, которые бы помогли нашим пациентам. Спасибо большое. У нас есть вопрос по скайпу? Нет? Обязательно. Я просто вижу включенный скайп, поэтому спросила. Можно встретить с вашим ответом? Мне хочется спросить, были ли у вас случаи в вашей практике, когда вы отказались от участия в исследовании, которое вы могли бы потенциально провести, из-за каких-то вопросов, которые насторожили вас в плане общения со спонсором, организации спонсора? Хотя исследование само по себе, может быть, вам бы было вполне подходящим. Был опыт, но здесь… Да, 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 да. Вот именно в таком ключе. Но здесь нужно, чтобы сошлись несколько факторов. Это у нас должны быть какие-то конкурирующие исследования, потому что пациент прежде всего не должен страдать. Если у нас есть группа пациентов, которая должна получить современное адекватное лечение, они должны это получить, вне зависимости от того, нравится нам работать с СРО 1, 2 или 3 или не нравится. Или по отношению к спонсору то же самое. Поэтому здесь, скорее, мой ответ, что да, мы отказывались, но в ситуации, когда было конкурирующее исследование, чтобы не страдал пациент, и когда нам не очень нравился то или иное СРО 1 и дроп-спонсор. Ну, у нас случаи, конечно, такие были, но это, как правило, как правильно сказал коллега, связано с тем, что есть конкурирующие исследования. Но мы все-таки стараемся, в первую очередь, исходить из того, что это нужно пациенту. Бывают сложности в общении со спонсорами, все мы не идеальны, и бывают у нас проблемы, у спонсора, но все-таки мы стараемся на первом месте ставить пациента, потому что его здоровье важнее, ну и все-таки нам интересно. Несмотря на все сложности, мы стараемся их преодолевать. Спасибо большое. А можно я тоже включусь? Конечно, конечно. Да. Послушаю ваши доклады со стороны пациентского сообщества. Я вспомнила совершенно недавно обращение от федерального центра. Федеральный центр обратился к нам с просьбой помочь нам брать на клинические исследования условно здоровых мужчин детородного возраста. Ну, совершенно по мне так замечательное исследование, которое не просто поможет этим мужчинам, но и украсят их жизнь. И я попросила федеральный центр прислать нам описание, которое они выкладывают на своих сайтах, приглашая здоровых мужчин на свои исследования. И когда я прочитала до пятого листа вот этого описания, у меня было ощущение, что этих мужчин должны расчленить и забрать еще квартиры. Потому что написано все таким сложным языком, совершенно непонятным для обычного человека, для обывателя. И поэтому, конечно, у меня призыв и большая просьба. Если фармсообщество обращается с просьбой набрать на клинические исследования в какие-то клиники, передавайте, пожалуйста, в клиники уже описание нормальным человеческим, обывательским языком, понятным для обычного человека. Потому что зачастую на клинические исследования идут люди совершенно далекие от медицины. И то, что написано в описаниях клинических исследований, это, ну, правда, пугает. И нам, в свою очередь, пришлось переписать этот пост, сделать его более доступным для понимания обычных людей. И действительно поток этих мужчин пошел, и тем более они еще заработали на этом деньги. Сидеть дома и полежать чуть-чуть в больнице, и они еще получили деньги. Поэтому, конечно, мы призываем к тому, чтобы описание клинических исследований для пациентов, для конечного потребителя были доступными. То, что касается исследований клинических для онкопациентов, здесь немножко другая ситуация. Сами пациенты ищут эти исследования. И они, к сожалению, не могут в соцсетях, не могут найти информацию, которая бы могла им помочь. А зачастую, очень часто, многим пациентам единственный путь к их ремиссии – это клинические исследования. И мы об этом говорим, и мы пытаемся сами помочь им найти эти клинические исследования на сайтах Мездрава. Хотя это, конечно, смерти подобно, чтобы там разобраться и понять, кто какие исследования проводит. Поэтому мы обращаемся и к медицинскому сообществу, и к фан-компаниям. Пожалуйста, сделайте эту информацию доступной для обывателя. Спасибо. Спасибо большое. Очень трепетную тему вы подняли относительно поиска для пациентов своего клинического исследования. Мы с коллегами тоже в рамках ассоциации обсуждали этот вопрос. И сейчас, наконец-то, стали появляться некие поисковые порталы, на которых пациент может зайти или врач для своего пациента и попробовать найти исследование, которое здесь сейчас в России проходит. Но эти порталы нечасто основываются на сайте Минздрава, то есть на ГРЛС. Там есть свои сложности относительно наличия контактов и так далее. Но все-таки работа в этом направлении движется, потому что действительно проблема существует, и коллеги с разных сторон пытаются ее как-то решить своими способами. У меня был вопрос к коллегам со стороны спонсора. Я знаю, потому что мы тоже так делаем. Мы часто, когда выбираем исследовательский центр, мы в первую очередь смотрим на свой собственный опыт. С кем мы раньше работали, кто сделал свой коммитмент, какое было качество, какие были результаты аудита и так далее. И это хорошая история. Но вот какова Ваша точка зрения, как центры, с которыми у Вас не было опыта работы, как им стать участниками Ваших исследований? Ведь таких центров, наверное, достаточно много. Спасибо за Ваш вопрос. Я хочу сказать, что мы всегда открыты к работе с новыми центрами, с которыми мы ранее не работали. Мы готовы расширять свои возможности. И мы даже готовы работать с теми центрами, у которых, допустим, небольшой опыт клинических исследований. Соответственно, для такого центра подбирается соответствующее исследование, соответствующие сложности. И центр, ну, все очень просто, если центр желает работать, да, вот именно начать работать с нами, значит, необходимо связаться с отделом клинических исследований, оставить свои контакты. И мы обязательно свяжемся с этим центром, как только у нас будет, ну, краткую информацию о себе, соответственно, да, оставить тоже, какая нозология, с чем работает данный центр. Вот, и при первой такой появившейся возможности, значит, будет, скажем, согласован визит, оценочный визит в центр, и мы приедем, посмотрим, и дальше уже будет принято решение. То есть мы открыты. Спасибо. Я бы хотел дополнить. Помимо того, что, ну, у Pfizer достаточно такой понятный в интерфейсе сайт, и зайдя на него, как бы кликая, условно это называется, mail, собака, Pfizer.ru, и это письмо придет по назначению, где администратор распределит его, там, допустим, директору по клиническим исследованиям, если это касается клинических исследований. Помимо этого, я думаю, что и другие мои коллеги с фармакомпании скажут, что немаловажным, скажем так, советчиком для нас является медицинский отдел, и если мы идем в какую-то нозологию, в которой у нас нет опыта, мы консультируемся с коллегами из медицинских отделов, и они нам могут, в общем-то, посоветовать вполне хорошие клинические центры. И, опять же, потом по схеме, которую Алла описала, вот, а те центры, которые присылают свои CV, свою информацию о том, как они работают, что они могут, все это аккуратно очень складывается в нашу базу данных. И в том случае, когда приходят исследователи по соответствующей нозологии, соответствующий менеджер по клиническим исследованиям уже, как бы, проходит по этому списку, и оттуда уже выбирает, и, опять же, притравил асессмент, и дальше по алгоритму. — Знаете, когда компания работает первый раз с центром, очень, может быть, в подавляющем большинстве случаев у компании нет опыта в этой области. Какой-то новый продукт, в патологии которого мы не очень разбираемся, и мы приходим в центр, мы, как правило, находим какого-то координатора, который является ведущим специалистом в этой области, он дальше рекомендует, какие центры могли бы сделать это исследование. И когда мы приходим в эти центры, нам важно, чтобы, ну, во-первых, у этого центра был опыт в этой области, потому что здесь исследователи должны нам помочь разобраться, мы эту патологию еще не очень знаем. Ну, и, конечно, организация исследований в центре очень важна, потому что мы здесь будем учиться вместе с вами, набирать пациентов и работать с этой патологией. Поэтому нам важно, чтобы и с точки зрения опыта, и с точки зрения организации исследования в центре все было хорошо. Потому что когда мы приходим по известной патологии, мы можем научить центру, которого раньше опыта не было. Ну, вот когда по неизвестной, мы хотим прийти в опытный центр уже, который проводил исследования по этой патологии, который будет готов научить нас. Спасибо большое. Какие-то вопросы в зале, может быть? Коллеги, а есть какой-то финансовый показатель, сколько фармкомпании теряют на том, что выбирают неправильные центры, например, в год, в исследовании? Есть такой критерий какой-то? Ну, то есть, вот вы спланировали исследование, выбрали тот центр, который не оправдал ваши ожидания, и вы в результате, в общем, потеряли время, а время – это деньги. Вот есть примерно такое представление? Вот на одно исследование вы теряете столько-то денег, потому что неправильно спланировали проведение исследования. Ну, с моей точки зрения, очень сложно здесь установить критерии. Что такое упущенная выгода в данном случае? Она может как бы, причем наступить совершенно не сразу. То есть, мы говорим о набранных пациентах, да, а может наступить и в тот момент, когда компания подала файл на регистрацию, приехала деинспекция, обнаружила немножко фрода, немножко мисконтакта, выписала форму, помимо формы еще и warning letter, и совсем упущенная выгода. Поэтому критериев, критериев, вот именно упущенной выгоды и, соответственно, как бы посчитать это, сколько вешать в граммах, по-моему, просто не знаю. Да, но это был вопрос подводящий, скажем так. То есть, в общем и целом, вы можете подтвердить, что есть финансовые потери в связи с тем, что вы выбираете как-то неправильно центры. Считать невозможно. Считать, но они есть, и, скорее всего, они достаточно большие. А почему бы фармкомпании не объединиться и не сделать какую-то прозрачную систему, например, да, с реестром центров, с трейтингом врачей, чтобы это была достаточно прозрачная история, чтобы сами врачи могли, допустим, протестовать какие-то ваши там заблуждения, потому что вы так же, как и любые другие организации, так же, как и следователи, можете в чем-то ошибаться. Почему бы, ну, с учетом того, что вы несете финансовые потери, это очевидно, да, для вас это ваша боль. Почему же вот с точки зрения там какого-то, ну, обычного бизнесового подхода не создать платформу? Вот мы, например, с ассоциацией пациентов, да, создали платформу для поиска пациентам клинических исследований, потому что это вот наша боль. Мы, как бы, организовались и сделали, а вы? Вы знаете, спасибо, интересный вопрос. На самом деле, в рамках ассоциации фармпроизводителей и международных фармпроизводителей такая инициатива была много-много лет назад, еще в конце 90-х годов такая база создавалась, я участвовал в ее создании. Вот, и компании предоставляли свои данные, ну, о тех центрах, с которыми они работали, с краткой характеристикой каждого из центров, насколько он выполнял тагет, насколько были или не было проблем. И мы обменивались потом этой информацией. Но вот дальше почему-то, и мне сложно сказать почему, но существование этой базы, поддержание ее прекратилось и больше не возобновлялось. Не знаю, наверное, сложно делиться компаниям этой информацией, она во многом субъективная. Кому-то нравится этот центр, кому-то не нравится, надо вырабатывать какие-то объективные критерии. Не знаю, хотя идея, наверное, у вас хорошая. Да, конечно, это был доступ только тем компаниям, которые участвовали в создании этой базы и предоставлении информации. Мне кажется, то, что Александр сказал, очень важно. Действительно, критерии должны быть объективные, чтобы сказать, вот мне с этим центром нравится работать, а с этим нет. Если, например, мы посмотрим на международный опыт УФД, есть свои списки, но там очень четко все понятно. То есть качество, да, и либо там это черная метка, либо нет. Для каждого конкретного спонсора, наверное, критерии действительно будут сложны, потому что, не знаю, невыполненный коммитмент по набору, да, это хорошо или плохо. Это плохой центр или потому что спонсор неправильно запланировал, плохой протокол написал и так далее. То есть или какие-то случились ситуации, которые, в принципе, помешали набору в конкретной стране. То есть тут очень будет сложно обосновать те критерии, даже если компании неким образом между собой договорятся, о чем мне сложно себе представить. Коллеги, как раз хотел дополнить Ксению, что, ну, всем вам известно, что такое Transcellerate. Это собрание всех таких, скажем так, крупнейших фармкомпаний. И Transcellerate несколько лет назад из него шесть компаний, ну, сейчас их уже шесть, образовали нечто, которое называется SIP или Shared Investigative Platform. Что это? Это как раз собрание центров без их качественных характеристик. То есть клинический центр внесен в этот SIP, он там существует в виде главного исследователя, СИВИ, но безоценочно. То есть это, видимо, та эволюция, которую проделала фарма и в итоге пришла к тому, что да, мы делимся информацией, но безоценочно. Коллеги, я тоже позволю себе немножко дополнить про конец 90-х, про медицинский совет АИПМ. Во-первых, информация получается очень чувствительная, компания начинает с друг с другом беседовать. А точно плохой, а у нас вроде хороший. Во-вторых, знаете, в маркетинге есть такая фишка, как разделение роли покупателя. Игрушка нужна ребенку, а покупает мама. То же самое в клинических исследованиях. Мы иногда с удивлением обнаруживаем тоже такое разделение роли. Фарм компании нужен центр, а выбирает конкретный монитор. Зачастую исходя из неких своих представлений. То есть вот просто несколько цитат из жизни. Зачем вы набираете столько пациентов, мне аудит в моем центре не нужен. Так говорит монитор Бигфарма, да? Это неправильный монитор. Ну, неправильный, но тем не менее. Почему вы задаете мне столько вопросов по протоколу, ни у кого другого вот эти моменты вопросов не вызвали? В протоколе есть пункт, который невозможно выполнить по правилам. Ну, просто невозможно, да? Вот это вот все цитаты из жизни. Но фармкомпании же не очень понимают, что на самом деле происходит в центре. Они получают информацию только от своего монитора. Мне известна одна компания, которая на регулярной основе, анонимно опрашивает исследователей, что исследователи думают о полевых сотрудниках, о мониторах, которые работают в центре. И там, кстати, все исследователи очень отмечают высокий профессиональный уровень этих мониторов. Центр не набрал пациентов, потому что он не справился или ему вовремя не прислали полисы, задержав их на пару недель, тоже случай жизни. То есть там есть очень много тонких моментов, которые нуждаются каждый раз в тщательной оценке. Я могу только добавить, что все-таки надо признать, что мы общаемся между компаниями. Если у нас нет опыта в какой-то области, но мы знаем, что коллеги в этой области работают уже достаточно давно, ну, конечно, мы позвоним и спросим, с кем вы работаете и куда вы нам порекомендуете идти. То есть есть база, нет базы, но информация так или иначе передается. Очень часто передается, наверное, и с субъективным мнением тоже, ничего с этим не поделаешь, это жизнь. Да, но в данном случае мы скорее кооперируем, чем конкурируем, в отличие от наших коллег из соседних наших подразделений. Хотела задать вопрос. Может, со стороны центра взгляд на этот вопрос. Мы тоже общаемся с следователем, тоже спрашиваем, а как вам с ними работается, а как вам с ними работается. И мнения, наши мнения зачастую тоже очень сильно расходятся. С одним СРО работать хорошо, да, это все вовремя ответы на какие-то наши вопросы, вовремя присылают данные. Все делается так, как надо. С другими это какие-то постоянные задержки, постоянные сложности. То же самое со спонсорами. Одному мы можем задать вопрос, давайте, ну, предложим вариант, когда есть какой-нибудь некий 3D authorization form, да. Одни готовы рассматривать его сразу, как только начинает поступать информация туда, другие говорят, нет, пока не будет всего пакета, мы даже глядеть туда не будем, да. Вот это тоже вопрос. Хотя, если смотреть весь пакет в целом, это будет занимать там 3 дня, а если там смотреть последний анализ 2-3 часа. А что касается, опять-таки, вопрос по поводу этой базы, да, Артем Николаевич задал, интересно ли, допустим, одному локальному спонсору, он нашел сайт, сайт прекрасно работает, но у этого или не локального, а глобального спонсора. Небольшой грант. Об этом центре не знает кроме него никто. Они ему успешно набирают с хорошим качеством, с постоянным комментом. И они расскажут всем об этом чудесном центре, и что они получат. Придет большая фарма с большими грантами и выберет всех их пациентов. Тут тоже полка двух концов. То есть, все-таки конкуренция существует. Я по поводу тоже работы мониторов. Бывают случаи, когда нам приходилось даже просить спонсора поменять на монитор клинического исследования. То есть, это либо какие-то нестыковки, незнание протокола со стороны монитора, отсутствие коммуникации. Когда бывают случаи, действительно, экстренные, когда одна система не работает по заказу препарата, монитор. Бывают даже выходные. Мы понимаем, что, наверное, у них тоже рабочий график есть, но у нас, как у врачей и у исследователей, этого графика рабочего нет. Бывают экстренные ситуации. Ну, бывало банально, да, там, это сброс звонков, либо, извините, не беспокойте, у меня сейчас выходные дни. То есть, такие случаи бывают, но вот это эксклюзив. Но случаи замены мониторов, да, такие были. Хочу сказать, что спонсор очень, скажем, оперативно реагирует на такие запросы. Я думаю, что это любой спонсор подтвердит, что очень важно мнение исследователя. Или если такие, скажем, жалобы со стороны центра поступают, то это прямо вот критикал, критикал для спонсора. В общем, в оперативном порядке спонсоры реагируют. Правда? А были случаи, что не меняли? Что? Что не меняли? Что не меняли, не меняли. Да, были? Нет, мы очень настоятельно просили. Сопротивлялись? Изначально. Или меняли спонсор? Но вы поймите, вы же заинтересованы в том, чтобы мы набирали и продолжали предоставлять вам достоверную информацию, чтобы коммуникация была, достоверность результатов, чтобы не было этих ошибок и отклонений. Потому что это все-таки из этого складывается регистрация препарата спонсора. И поэтому вот если одно звено выпадает, не получится. Спасибо большое. И я, может, тоже со своей стороны добавлю. Я уже слышала, как Алексей Яковлевич говорит про мониторов и их незнание протоколов, и не набирать, а то аудит приедет. Не всех, не всех. Да, да, да. Но я просто, когда это услышала в первый раз, я была просто очень поражена. И, следуя вашему совету, отправила там опросы всем своим главным исследователям. Пожалуйтесь мне, пожалуйста, на мониторов. На удивление получила только позитивные отклики. Но что хотела сказать, что, конечно, нам кажется, нам, сидящим в офисе, кажется, что мы все знаем о своих людях, как, наверное, и вам кажется, что вы все знаете о своих сотрудниках, своих подразделений. Но если вы сталкиваетесь с ситуацией действительно какого-то критического мониторинга, то для нас очень важно эту информацию получить, потому что, вот как сейчас обсуждалось, компания, я уверена, готова всегда реагировать очень быстро, потому что мы действительно заинтересованы в максимальной поддержке ваших центров нашими людьми. Если этого не происходит, нам надо об этом знать. Хотела спросить один вопрос исследователей. Мы сегодня уже слышали о том, что коммитмент, то есть обещание центра относительно набора пациентов – это один из критериев выбора, да, как в это конкретное исследование, так и в последующем. Если центр свой коммитмент соблюдает, то это очень-очень важный знак для спонсора – взять этот центр в следующий протокол. А как вот вы подходите, есть ли у вас какой-то подход к оценке ваших потенциальных возможностей относительно конкретных пациентов? Что вы делаете, чтобы знать? Вот я в этот протокол, скорее всего, наберу 10 или 30. Ну, у нас всегда есть собственная база пациентов, да, то есть у нас есть еще поликлиническое звено, которое у нас всегда информировано о всех клинических исследованиях, и у всех врачей есть распечатки требований той когорты пациентов, которые необходимы для клинического исследования. Они таким образом направляют эту коммуникацию с врачами других стационаров. Никогда не обещаем то, что не можем сделать, да, потому что, ну вот, как вы говорили, это дальнейшая наша судьба, дальнейшее наше будущее, потому что даже не наши, а пациентов. Не включение центров в какое-либо клиническое исследование – это для нас тоже негативный фактор. Вот, поэтому, а так, как правило, это собственная база, это сарафанное радио среди пациентов. У нас проводятся школы для пациентов с гематологическими заболеваниями. Также у нас есть случаи, когда пациент достал спонсора настолько, что вот уже спонсор нам звонил, просил включить его, потому что другие центры отказывали. Вот, то есть бывают и такие, да. Пациент самый заинтересованный в том, чтобы излечиться, поэтому это как раз очень правильная позиция пациента, мне кажется. По поводу нашего центра, ну, немножко у нас другая специфика, да, мы, хоть наша база постоянно расширяется, но мы более активно работаем с рефералами, да, поэтому когда, все-таки раз, когда мне приходит новый запрос по тому или иному исследованию, я звоню трем-четырем рефералам и спрашиваю по поводу, в принципе, этих пациентов, есть ли они вообще, что они получают, и потенциально согласятся ли они на что-то исследуемое в будущем, потому что бывает и такое, что, ну, зачем, если есть уже доступный препарат, которого много, не надо горы сворачивать, чтобы его получать, зачем им принимать участие в подобном исследовании. Спасибо большое.